МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игорь Андреевич, чего один портрет читаешь, делись новостями? Нету никаких новостей, так что... Как это? Ну, нету. Женихов? Разных нету, невест нету. Женихов не хотят искать? Не хотят. А квартиры продают по какой цене? Цены тоже нету. Как это? Все скрыто? Договорные все, да. Информация по телефону. Вот ты представляешь, это уходит от налогов. Продавать будут по той цене, по которой хотят. Ну, хоть что-нибудь интересное было, нет? Нет ничего совершенно. Ну, как это так? Так. Ну, ты же только что сейчас читал. Что скрываешь? Я читал про пенсионеров. Ну, и что? Про шахтеров. И что они там рассказали тебе? Ну, что собираются, на экскурсии катаются. Все за свои деньги. А почему за свои? А город ничего не выделяют, что ли? Только там профсоюз немного помогает. Вот ты представляешь, раньше до пенсии доплачивали, да? Сколько там доплачивали пенсионерам раньше? Когда Йостов был жив, сколько доплачивали? Я не помню. Во как. Видишь, добро и не помнишь. Меня этого не касалось, поэтому и не помню. Владимир Андреевич, вот ты лежишь на диване, пенсионеры куда-то ездят. Представляешь, как здорово. Ну, молодцы. Ну, там есть поездки с нашей фирмой. Ну-ка, посмотри. Я еще не дошел. Вон поездки. Вашей нету. Ну, вот опять облом. Кого там поздравляют? Фелиса Фино фирма. Нет, мы с... Ну, я знаю. Мы с фирмой. Глотон. Да, мы с Глотоном. Тут та фирма, которая уже 40 раз проверена, перепроверена. Вот, прервала меня. Теперь, а где я тут закончил? Какое несчастье. Я его прервала. По кост травы, по кост травы. Вот занялся бы по костам травы за деньги, а? Делать мне больше нечего. Лучше на диване лежать, да? Да, мне денег хватает. Владимир Андреевич, а тебя ругают, что ты бездельничаешь. Говорят, надо двигаться. Чтобы так бездельничать, надо заслужить. Со скоростью звука. Да. Да. Заслужить. А ты заслужил. Ты заслуженный. Я согласна. Да всё. Ягоды можешь покупать вон. По дорогой цене. Где ты читаешь ягоды? Ну, ты ж сегодня принёс малины. Ягоды, малина. Пять горстей. По два евро на десятку, а? Да. В каждую коробочку так аккуратно по маленькой горсточке положили. Но чтоб не помялись ягодки. Чтоб и целые были. Культурно, не в пакете. Лавандовый рай в Латвии. От семидесяти евро. Да. Слышишь, чё рассказываю? Как у нас ягодки продают в коробочках. Чтоб не помялись. Чтоб товарный вид имели. Чё там семьдесят евро, ну-ка? А, лавандовый рай-то этот. Да. В Латвии. Семидесят евро. Лавандовый рай ты можешь создать у себя в саду. Вон, со скидкой продавали в этом. В максима. Лаванду. И семьдесят евро не надо тратить. Владимир Андреевич, почему-то вы разговаривать не желаете. Я не умею разговаривать и читать. А ты мне тут мешаешь. А мне скучно. Вот именно, я понял это, что тебе скучно. Я собачку накормила. Ты сказал, что он не хочет кушать. А у меня он покушал. Очень даже неплохо поел. А? Ладно, не буду мешать. Не буду мешать. А я уже всё. Ты уже мне достаточно намешал. Я тут половину, наверное, не прочитал. Какое несчастье. Бардак. В семье. В семье. Владимир Андреевич, я соскучилась. Ты спал только что. Сколько ты спал? Ты пошёл спать. Время было около двух. Пришёл ты в комнату с гулянки. Сейчас. Время полпятого. Значит, где-то до четырёх ты спал. Я не спал, а лежал спал Патрик. Я же тебе две таблетки дала, чтобы ты спал. Я выпил. А, кстати, боль-то прошла, нет? Прошла. Видишь, какая жена у тебя хорошая, заботливая. Чтоб не скучала, там у тебя инструмент на ведре. И иди. Какой инструмент? Я пол помыла, пока ты спал. Ну, и чё ты? Я не спал. Ну, какой инструмент? Это о чём там ещё? Как же? То, что ты поставила, то и стоит. Я не поняла, а что там за инструмент? Чем ты пол? Чем я пол мыла? Да. А что, ещё раз идти мыть? А как же. Чтоб не скучно было. Добрый ты у меня, однако же. Почему я тебе придумал занятие? Ладно. Полезное. Ладно, да. То, что будет сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Похоже, гроза надвигается. Чёрный дрозд. Лапусенька. Наверное, червячков собирает. Обычно он в это время поёт. Чё он там клюёт? Он перелетел к нам. Наверное, червячков там клюёт. Как старается. Он как старается. У него сегодня банный день. Почему банный? Почему банный? Потому. Потому. Ну, посмотри, он там около кустика с кем-то воюет там. Наверное, червяка большого очень вытаскивает. Никак не вытащить. Смотри вон. Йорк в кусты. Сегодня среда. Раннее-раннее утро. Проснулась от того, что какие-то звуки странные. А это дождь. Сплю с открытым окном. Распахнуто навстречу счастью. Летнему счастью. Красота. Ну что? Жаловалась Валентина Геннадьевна на жару. Получайте. Небо прорвало. Льёт. Думаю, кто ж там так гавкает. А это мужчина с собачкой играет. Кидает ей мяч. Она громко лает. Бегает, ловит. И ни почём им дождь. А наш красавец спит. В подушках. Мои раны сегодня встали в 7 утра. Я готовлю завтрак. Дождь-то усиливается. По-серьёзному. Вкусняшки вам. Витаминчики с утра. Грызите, как кролик. Купил огурцов? Вот. Куда деть их? Да. С кем ты там болтал? С председателем. Что он тебе хорошего сказал? Онлайн работает. А чего он так? Почему? Так удобнее? Наверное. Патрюша, ты кушать не стал, да? Не стал кушать. Как тебе? Понравилось гулять? А лапки тебе не вытерли? Нет? Нет, конечно. Зачем? Зачем вытирать лапки так хорошо? Твоё? Там. Или не твоё? Теперь тебе лечь некуда. Смотри, он как улёгся хорошо. В окно. Очень даже прохладно стало. Красоту вам покажу. На львиных лапах. О, какая. Красиво, правда? Как-то это мне дарили дочки на день рождения. 100 евро стоила. Такая красота. Дождь и дождь. Как осенью. Хотя муж сказал, что не холодно на улице. Ну, плюс 15. Ничего себе. Полный клюв набрала булки. Это ты ей побросал там, что ли? И закапывает. Закапывает. На всякий случай. Во, ворона хитрая какая. Ничего себе. Все кусочки собрала. И в разные стороны закопала. Мудрая ворона. Правильно. На будущее. В разные стороны. Потом придёт, раскопает и съест. Смотрите, куда забрался чёрный дроз. Закрыло окошко, потому что прохладно очень сильно. Поёт. Сидит, поёт, а на улице дождь. Смотрите, фиолетовые цветы все развалились от дождя. А вон там жёлтая лилия распускается. Красивая, большая. Здесь вот колокольчики. И на этой клумбе тоже колокольчики. Всё мокрое. Так вот не выйдешь и не полюбуешься. Гортензия вон вся в бутонах. Спасибо, что посмотрели видео. Спасибо, если напишите комментарии. Счастья вам, любви, здоровья. Чистого неба над головой. Заходите, пишите. Всем пока.